Моя реакция на эти главы Было написано 31 октября 2018 года Итак, начинаю 63 глава называется Прыгать или не прыгать Цитата Другая команда сделала длинную навесную передачу Которая может перелететь через вашу голову Нападающий бежит на всех парах Пытаясь замкнуть передачу У вас есть выбор Сыграть в прыжке головой Или развернуться и бежать к своим воротам Такой эпизод часто заканчивается Взятием ворот по вине защитника Который либо недооценил полет мяча Либо переоценил собственные возможности Высоко прыгнуть Мяч либо перелетает через голову Прыгнувшего защитника Либо защитник ненароком сбрасывает его На набегающего форварда В любом случае защищающуюся команду Не ждет ничего хорошего Если можете выбить мяч головой Обязательно сделайте это Прыгайте и выбивайте подальше Однако, когда решаетесь на это Знайте, что идете ва-банк Если решили сыграть мяч головой Вы должны быть абсолютно уверены Что достанете его Потому что, если не дотянетесь И мяч пролетит над головой Вам крышка К моменту, когда вы остановитесь Подпрыгнете, приземлитесь А затем развернетесь и побежите Вы безвозвратно утратите Всякую возможность догнать нападающего Прошмыгнувшего мимо А он, между прочим, уже будет мчаться На ваши ворота с мячом Так что, если не до конца уверены Если в глубине души сомневаете Что сможете сыграть в мяч Не тратьте время на прыжок Вместо этого разворачивайтесь и бегите Старайтесь держаться на линии мяча Если мяч пролетит над головой То у вас, по крайней мере Будет возможность побороться за него И выиграть гонку А если очень повезет Мяч ударится о затылок, шею или спину Да, это не лучший расклад Но всяко лучше, чем если мяч пролетит мимо вас Моя реакция Дэн Бланк озвучивает настолько очевидные вещи Что даже не хочется ничего комментировать Он абсолютно прав Не уверен, не обгоняй Известная поговорка водителей Если не уверен, что выбьешь мяч Лучше не прыгать А преследовать нападающего Здесь возникает вопрос Как научиться определять Допрыгнешь до мяча или нет Как вы думаете, ребята Каким образом можно этому научиться Ответ очевиден Только практикой Только ей родимой Вы до сих пор верите В полезность барьерчиков, лестничек, квадратиков И прочей лабуды Что, уже сомневаетесь? И правильно делаете Если начали сомневаться Для того, чтобы четко определять Есть ли возможность в прыжке Отбить мяч или нет Необходимо на тренировках Как минимум сотню раз Оказаться в описываемой этой главой ситуации Только так можно научиться Определять высоту полета мяча И его траекторию Других вариантов нет Поставьте на левом фланге Недалеко от линии штрафной площади Несколько пар Защитник нападающий А на правом фланге Ближе к центру поля Несколько игроков с другого фланга Несколько игроков с мячами Которые будут по очереди Делать навесы в сторону Каждый из пар Находящихся на левом фланге впереди Один навесил Одна пара отработала Второй навесил Вторая пара отработала Отработавшая пара И подающие игроки Возвращаются в конец очереди Обеспечивая карусель Говорил, говорю И еще тысячу раз скажу о том Что футбол Это гармонизация мышечной И зрительной памяти Ничего вычислять В игровом моменте не нужно Если вы соответственно тренировались То мышцы сами подскажут Нужно ли при такой траектории Полета мяча Выпрыгивать Или нет Следующая глава Называется Слепой пас назад Цитата Вы когда-нибудь играли на звук? Мяч в ногах Голова опущена Вы слышите Как партнер просит мяч И отдаете передачу на голос Было такое? Уверен, что да У всех было И нам это сходило с рук Однако могло и не сойти Лучший способ начать атаку Для соперника Это перехватить Ваш пас назад Чем ближе к собственным воротам Вы играете Тем больше опасности Несут такие передачи Нужно учитывать риск Который несут передачи назад И есть одно золотое правило Которого придерживаются Мои защитники Не отдавайте пас назад Не посмотрев кому отдаете Конец цитаты Я редко видел Моя реакция Я редко видел абсолютно Тупых футболистов Но справедливости ради Нужно сказать Что такие есть В жизни эти футболисты Нормальные люди А вот на поле Почему тупят на поле? Вы это хотите спросить? Паника и волнение Настолько захлестывают Некоторых ребят Что они в игре Теряют дар соображения Именно таким игрокам Нужно подобные вещи объяснять Отдавать пас назад Особенно на своей половине поля Можно и нужно только тогда Когда абсолютно уверен В успешности такой передачи При малейших сомнениях Подключай глаза Цитата Умные нападающие Как хищники Они выжидают Пока защитник Сделает опасный пас А затем налетают на него Это как игра в прятки Только закончится Все может пропущенным голом Конец цитаты Моя реакция Извините за нескромность Но я сам был таким Мне доставляло истинное наслаждение И охотится за ошибками Несмышленных Или неосторожных Или невнимательных Защитников За время своей игровой практики Я таким образом Забил не один десяток голов Дорогие защитники Будьте всегда настороже Помните Что нападающие Это не всегда носороги Которые сметают Все на своем пути Пытаясь добраться До ворот соперника Среди них есть думающие И очень хитрые игроки Которые отслеживают Каждую секунду ваших действий Малейшая расслабуха И будете выяснять Отношения с вратарем Который обвинит вас И правильно сделает Кстати В пропущенном мяче Цитата До того как мяч После вашей передачи Дойдет до партнера Именно вы несете За него ответственность Даже если вы чувствуете Давление за спиной Поднимите глаза Прежде чем пасовать Иначе вы сами Напрашиваетесь на неприятности Конец цитаты Моя реакция Принимая мяч У вас уже должно быть Минимум два решения А последний совет Дэна Это констатация факта Невольное подтверждение того Что большинство футболистов Не думают ничего До принятия мяча А начинают чесать тыковку Только тогда Когда мяч уже оказывается В их ногах Дорогие защитники И незащитники тоже Перед приемом мяча Обязательно поднимайте голову И оценивайте ситуацию На футбольном поле Только так вы сможете Успешно выполнять Свои амплуальные обязанности Этот нехитрый прием Сделает вас В чем я уверен абсолютно Одним из лучших игроков В своей команде И возможно не только в своей У меня все господа У меня все господа У меня все господа